В честь 90-летия Мухоголи Макатаева в женской колонии в Восточно-Казахстанской области организовали поэтический вечер. В творческом состязании соревновались около 20 осужденных. В единственной колонии региона отбывают наказание свыше 200 человек. Почти все они осуждены за тяжкие преступления. К творческому вечеру участницы подготовились основательно. Говорят, продумали все до мелочей. Осужденные собственными руками сшили себе костюмы. Ради мужской роли местным артистам даже пришлось коротко подстричься. Собственно говоря, это как бы продолжение челленджа, который мы начали в прошлом году. Он был посвящен 175-летию Великого Абая. И в этом году мы решили, что будем наши праздники перемежать именно в основном популяризировать казахскую литературу, казахское искусство, казахских этнографов. На сцене участницы исполнили песни на произведение поэта, станцевали вальс и сыграли в постановке. Сотрудники уголовно-исполнительной системы отмечают, в таких творческих состязаниях заключенные участвуют активно. Они уже составили для них план различных мероприятий на этот год. На эти мероприятия осужденные готовятся с большим удовольствием, потому что это их основное здесь культурное развитие, где они могут себя показать с хорошей стороны и за это получить поощрение. Где это основная задача осужденных – получить поощрение и освободиться раньше времени. В целях воспитания культурного развития осужденных, а также психологического и эмоционального развития осужденных, выходные и праздничные дни проводятся, разные конкурсы. Основная деятельность учреждения направлена на воспитание осужденного и его подготовку для дальнейшего освобождения. В женской колонии Жарминского района отбывают наказание свыше 200 человек. Почти все они осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления, хранение и сбыт наркотиков, разбойное нападение, убийство и терроризм.